Друзья, всем привет! С вами канал Ферингер ТОП. Меня зовут Дмитрий Лукин. Из чего сделать полок в бане? Какой материал использовать для изготовления полка в бане? На самом деле в бане используют различные материалы, различные породы дерева для полков. И сразу нужно уточнить, что я говорю именно про баню, а не про сауну. Потому что в бане не такой высокотемпературный режим и здесь возможно использование большего количества пород древесины. Вот, например, у меня в бане на протяжении трех лет были полки из ели. И эти полки меня вполне устраивали. Проблем со смолой у меня не было. Но все-таки есть материалы, которые лучше подходят для полков в бане. Какие это материалы? Лучше, конечно, делать полок из лиственных пород древесины. То есть из тех пород древесины, которые не обладают смолой и которые не так сильно нагреваются при высоких температурах. И здесь, наверное, стоит выделить липу. Липу очень хвалят для устройства полков в бане. Если есть возможность приобрести толстые липовые доски, то полок в бане лучше всего сделать из липы. Кроме того, можно использовать осину. Вот у меня, к примеру, полки сделаны из осиновой доски сечением 40 на 150 миллиметров. И мне очень нравится. Ну и, конечно же, можно использовать такой материал, как абаши. Это в некоторой степени уникальный материал, потому что он очень слабо нагревается даже при очень высоких температурах. Но и цена этого материала будет, конечно же, выше, чем осины или липы. Думаю, из этих трех материалов вы найдете, что выбрать для своего полка в бане. А теперь, какой же толщины должна быть доска для полка в бане. Как я уже говорил, здесь полки выполнены из доски сечением 40 на 150 миллиметров. Это, на самом деле, не самая толстая доска. Можно использовать и лучше даже использовать для бани доску еще толще, то есть 50 миллиметров или даже 60 миллиметров, если есть такая в доступности. Но у меня в доступности не было. Было 40 миллиметров. Я изготовил из нее. Это неплохой вариант, но можно потолще. Для чего вообще нужна толстая массивная доска для полка в бане? Дело в том, что массивная доска, она очень хорошо прогреется, много наберет в себя тепла и влаги. И впоследствии, при парениях, она будет это тепло и эту влагу отдавать обратно в парной. И благодаря такой массе древесины в парной будет более правильный режим русской бани. Если говорить простыми словами, то от такого полка тело в бане прогреется лучше. Если же говорить о тех материалах, которые предлагаются в магазинах, то это чаще всего готовые доски для полков сечением 90 на 30 миллиметров. Такой материал хорош, конечно, для красивых полков в бане. Парные с такой отделкой получаются очень красивыми, но в них нет тех преимуществ, которые есть в более массивной доске. Поэтому если вы хотите сделать правильный режим русской бани у себя и если есть возможность приобрести более толстую, более массивную доску, то лучше сделать именно такой выбор. Для примера, вот этот полок изготовлен из осиновой доски сечением 40 на 150 миллиметров. Он здесь очень хорошо прогревается и когда на него ложишься погреться, чувствуется мощное тепло от этого полка и это тепло прогревает уже весь организм. Если данное видео было для вас полезным, ставьте палец вверх. Не забывайте подписываться на канал и следите за дальнейшими выпусками. Ну а также пишите комментарии под видео, какие у вас еще есть вопросы по теме полков в бане. Пока!